За день до этого прикатили какие-то московские бандиты с такими цепями. Я их даже видел, пока стоял на трапе. Гарантия пожизненная. 20 лет. Времена, когда я работал на Балкерах, мы работали по такому графику. Вот сейчас у вас есть уникальная возможность посмотреть. Вот встретил еще одного подписчика. Так скажи, как тебя зовут? Да, Миталик зовут. Только сам человек проходит все свои ощущения на протяжении жизни. У нас в городе снежный апокалипсис. Я еду к сыну, скорее всего. Мы уже с ним увидимся осенью, потому что так же случилось, как и в том году. Я улетел на Кипр на собеседование, а он улетел на контракт. Сегодня я выезжаю в Одессу, да проходить медкомиссию, всякие курсы. Потом, пока приеду, может застану его, конечно, было бы хорошо, а может и нет. А он, скорее всего, 7 марта уже полетит дальше на пароходик. И потом через 3 месяца обратно. Так что держу путь к нему. Будем собирать чемоданчик. А потом в Одессу вечером. Такого длинного пути в рейс у меня еще никогда не было. Обычно в Одессу приезжаю раз-раз. За 3 часа сдал медкомиссию, подписал контракт. Получил робу и домой. День посидел и вперед на контракт. А сейчас затянулось. Должен было в феврале улетать. Операция. И так получается у меня раз в году. Ну что делать, мне как бы и нравится. Я сильно не тороплюсь. На всякий случай попрощаюсь с этим молодым человеком. А то вдруг уеду в Одессу и не застану его. Но может быть доведется довести его до Борисполя. Пустить скупую мужскую слезу на пиджак ему. Да, Санек? На пиджак с белой рубашкой и брюками, в которых придется ходить. Да, будет этот человек ходить на ужин, на завтрак. С французскими капитанами. Как его там зовут? Франсуа? Франсуа. Ле Рошель? Ле Рошен. Ле Рошен. Франсуа Ле Рошен. Ладно. Я поехал в Одессу. Когда я уже дождусь. Я радуюсь, что я езжу в Одессу, меня не забирают в рейс. Вот поэтому я радуюсь. Вам же те люди в комментариях пишут какое-то плохое состояние. Где он? Находиться дома, а не в рейсе. А, ну не знаю. Это люди, которые с радостью летят в рейс. Можешь без такой напыщенного голоса говорить? Я к этой касте не отношусь с таких людьми. Лично читает с листа, ничего сам придумывает. Убери лист, я тебя прошу. Сань, все из головы придумано. Конечно, это все, эта фраза была написана женой. Все, давай. Что это? Взял, отправляюсь в Одессу, завтра подъеду. Я надеюсь, со второй попытки Минкомиссию пройду. Пару дней похожу на курсы. И потом вернусь обратно. Ну что ж, как всегда, путешествие начинается с вокзала. Взял билетики в свой вагон. За это время, конечно, как вы помните, когда я выезжал в феврале, погода была намного веселее, чем в марте. Сейчас здесь снег разгибли, но у нас где-то по пояс. Я ездил где-то 20 дней назад. За это время билеты в СВ успели подрасти на где-то 300-400 гривен. Точно не считал, но так вот. Привет. Привет, Одесса, во второй раз. Как вы помните, 20 дней назад я приехал, было темно. А сейчас уже светло. День увеличился. Снега не так много, как в Киеве. Сейчас буду снова гулять часа три до Меткомиссии. Пока с утра время убиваю в Одессе, перед Меткомиссией, так и до моря дошел. Погодка здесь веселее, чем в Киеве. Снега буквально 5 сантиметров в Киеве по колено. И солнце светит нормально. Еще два часа погуляю. И солнце светит нормально. Снега буквально 5 сантиметров в Киеве по колено. времена когда я работал на блокирах мы работали по такому графику вот сейчас у вас есть уникальная возможность посмотреть тишина стояли по 10 дней в порту все выходили в город может это потому что здесь так все вяло происходит я и контейнер тоже стоит ничего не выгружает не загружают на танкерах такого нет все бегом 24 часа может быть 336 максимум и погнали в вывозь а и и и и и и и как недорого эта медкомиссия потратил еще час пошел снова хирургу узи ну там все быстро терапевту главврачу но сказали все равно сегодня не выдадим еще тебе две недели сумме срок один месяц или но я принципе никуда не спешу потому что все равно рис мой в середине апреля там взяли другого стармеха пароходик можно сказать ждет меня ждет новый пароход все пошел я на курсы сейчас предварительно зайду где-то вареничков съем вроде бы день так более-менее удачный но все равно очень-очень долгий путь но как вы заметили последние четыре контракта мой месяц это апрель или май так получается встретил еще одного подписчика так скажи как тебя зовут да металлик зовут очень рад еще раз увидеть узнают он так в очередь ну давай передавай пожелание пожелать хочу всем морякам самого лучшего и как говорится там 7 футов под пилем ну и хорошей работы ну и хороших денег тебе также живут и будущем устроился на хорошие проходят обязательно надо по любому сегодня собеседование прошел да нет я прошел еще и раньше сейчас уже так еду уже думаю звонить не буду будут приеду лично побеседую с одним с другим еще сейчас зайду ко всем а там посмотрим вы шо пока такой сезон как мой а я поехал обратно потом в третий раз приеду до земля круглая до встречи давайте счастливо придется мне ехать в одессу в третий раз потому что на курсы меня не записали медкомиссию на две недели принесли ничего возвращусь киев провожу сына и потом третий раз в одессу очень долгий путь у меня в этот раз в середине апреля улечу а все растаяло я купил билетики на вейпи автолюкс подъеду пол 11 вечера домой сейчас еду центр города по перекушу немного потом туда-сюда обратно и убью три часа все равно проходит а хоть сына провожу в аэропорт он не любит никого с собой брать но меня-то возьмет пока гуляю по одессе вспомнил одну историю те времена год был 94 95 можно сказать бандитские времена были союз развалился и работали мы женой на речном теплоходе который стоял вот на том месте не вспомнил какой причал сейчас надо туда спуститься и рассказать уже что происходило в эти времена погнали вот наконец я спустился с потемкинской лестнице перехожу по этому мосту мор вокзала но пока буду идти вкратце расскажу стоял наш пароходик вот там до этого наш пароход ходил киев севастополь одесса и так далее а потом деваться четвертом году мы решили приземлиться на том причале и в тот момент когда мы приширтовались там стоял уже такой человек в длинном кожаном плаще с папочкой в руках оказался ритмы частное охранное агентство но оказалось бандиты в те когда одессу держал не знаю карабас кажется но от карабас они были почитайте кто это такой в вор законе и я в эти времена счастливо перешел из моториста матросы потому что попалась такая команда буду показывать где мы стояли этот причал очень невеселая команда была машине поэтому пришел я матрос стоял я вахту с 0 до 4 они 4 4 до 8 точно потому что сына мы забрали у тещи и приходилось не стоять на вахте с утра брать дежурство жена уже жена убирала каюты в общем мы с ней чередовались постепенно как-то в один прекрасный момент пригласил меня однокурсник гости и возвращались мы ровно по этому мосту вот здесь пароходику где-то 12 ночи я нес сына на плечах и пошли спать каюта у нас была с другой стороны выходила вот туда на море просыпаясь на вахту в 4 утра а я же до этого предисловие забыл рассказать эти бандиты как бы жили у нас охраняли за день до этого прикатили какие-то московские бандиты с такими цепями я даже видел пока стоял на трапе и начали приставать какой-то стюардессе у нас два ресторана работала то позвала на помощь менеджера менеджер бандитов и забили они стрелку вот здесь и не забили и стрелочку где-то два часа ночи в общем я выхожу на вахту такой переполох написать и пароход там стоит ты что не слышал или что что я слышал то тут такая перестрелка была в общем они здесь собрались на машинах выходят как бы наши в кавычках и московские московские достают какие-то двустволки карабин и давай по ним палить одного в ногу ранили в общем никого не убили правда развернулись и уехали этого бегом тут весь крови у нас правда врач еще был на пароходе затащили на пароход где-то 7 пуль залетела к нам на этот четырех палубный пароходик но правда никого тоже не убила ни туристов никаких через день пришел какой-то следователь в поношенных ботинках в общем коррупция беспредел беззаконие вот так походил что-то попрашивал никого ничего не нашел так это дело закончилось ничем может туда спуститься но уже не охота вот здесь мы и стояли эх ностальгия стоял я на трапе и мечтал работать типа на таких вот пароходах вот как этот и мне выходит в этом механик какой-то который всю жизнь на речке проработал гена и не мечтай об этом не мечтает надо мечтать так что мечты сбылись вот такую историю рассказал за кадром давайте посмотрим сблизи здесь уже места все заняты пока что морской порт выглядит вот так морской вокзал все погнали обратно кажется я прошел уже 15 километров жара такая ну видите для врачей я больной для себя что до операции ходил по 20 километров что сейчас это хочу показать как это все выглядит через gopro рыбий глаз вот этот мост это причал мор вокзал и вот здесь была перестрелочка вот тут они и стреляли друг друга вот такая нелегкая судьба быть бандитом крышевать бизнес сколько тут мы имеем пароходов раз-два и все порт вообще-то еле-еле работает все вперед кушать и на автобус находил сегодня все-таки 20 с половиной километров но даже для меня уже перебор наконец пришел на ж.д. вокзал скоро буду отчаливать на автобусе в киев погода классная но все размокло у меня даже ноги мокрые ну что ж поехали а Стоит машинка моя, жена встречает, что кровища моего сына разместились на кровати. Ну давайте начнем еще раз с шампуня, если кто-то помнит в предыдущем ролике, я говорил, что тот шампунь Григоря Детский был натуральный, но как видите, это была полная лошадь. А что ты сейчас берешь? Ну, сейчас уже вроде как действительно натуральный шампунь, натура Сиберика. Ну сомневаюсь уже с твоей наследственностью, волосы только на коленях растут. Ну что, снова же витамины те же, добавился мелатонин, мелатонин это каблеточки для сна. В этот раз протеина нет, потому что я сомневаюсь, что я буду там заниматься. Из новенького приобрел себе наушники. Викинг называется? Нет, 3М. Когда-то у меня такие давали на пароходе. 900 гривен стоит. Сейчас в Одессе заказывал, да? Да. Молодец. Ну и все. Надо слух беречь с молоду, особенно механиком. Лена так маечки сложила хорошо. Трусики. Так, это зубные пасты, пена для бритья. Это что такое? Лен. Петчатка. Саня, что будет делать? Петчатка, чтобы пищеварение нормально начало. Мочалочка. А ты что, такую мочалку делаешь? А там все избегает. А та для того, чтобы руки отмывать. Так, ну трусы. Да и все. Вот часы. Часы. Папа мне подарил мультитул. Нож. И там дешевые. Часы в подарок шли. Ну ничего. Не покажи этот мультитул. Вот он, самое главное. Вот вещь для механики. На день рождения подарил. Какой день рождения вообще? А на что это? Я не помню. На что? На деньги? Нет, какой-то праздник был, что я не помню. А ты не можешь просто так подарить? Или просто так подарил? Да конечно, от тебя дождешься просто так. Ну скажи. Пришел к тебе на 31 декабря перед тем ехать в контору с Леной. А, точно. На новый год подарил. Вспомни. Красота. Да. 100 долларов, да? Да. Гарантия пожизненная. 20 лет. 20 лет. Так что покупайте, господа. Ты его второго механика увидел на прошлом контракте. Жаня, нельзя с собой вручную кладь самолет взять. Ну, фонарик же наш. Ну, фонарик, блин, конечно, подвел меня. Чего? Аккумулятор разряжается. Я хотел купить новый. Вот. Вот и все. А что? А? А, форма. Оооо. Для французов. А где погоны? Погоны вон. Саша. Когда у тебя будет 4 лычки уже? Пока что одна. Ну, повесь. И то, надеюсь, не сорвут. А то, скажем, не механик. Вы жаловы, да? Ну, фаер. И все. Люди спрашивали, какие лекарства с собой брать? Я с собой взял ликопластырь, сулпадеин. Это обезболивающее. Мало ли, голова будет. Это стриптоцированный уголь набрал? Активированный уголь, 10 пачек. Это ёрщики для того, чтобы брекеты чистить. Да, тут уже там вроде. Это террафлю. Если вдруг просто жусь, то хоть пару пакетов процетамола, чтобы выпить. Кстати, когда-то я затупил, то ли первый контракт был. В общем, с собой ножницы в ручную кладь взял. Ну, и пришлось выкинуть в мусорник их сразу. Потом ногти были такие, что ли? Не, ну, по-моему, мне разрешили оставить. Я такую штуку для ногтей использую. Я не могу вообще этими ножницами стричь. Это если заусенец какой-то. Вот. Тоже надо поменять уже. 300 лет в обед. Ну, и всё. Заканчиваем. Настало утро 9 марта. Сын мой летит на контракт сегодня. Погодка невесёлая. Туман везде. Но самолёты летают. Будет лететь он на трёх самолётах. Киев, Париж, Париж, Панама-Сити, Панама-Сити, Санта-Доминго. Погоду, соответственно, смотрите на экране. Меня много молодых моряков спрашивали, что брать, как лететь. Смотрите погоду и летите. И смотрите, когда вы прилетаете. Если он прилетает летом, значит надо одеваться по-летнему. Какое у меня было настроение, когда я летел на контракт, смотрите в фильме «Три неприятных момента для моряка». Ссылочка будет сверху. Вчера сложил чемодан и забыл купить спасатель. Мы ему вечером прикупили в аптеке. Очень нужная вещь. Особенно для механика. Я рассказывал, какие случаи бывают. Смотрите морские истории. Ну вот и он. Браться. Пошёл Саня, не взял меня даже. Ну что делать? Так самому, кстати, легче улетать. Так рассуждать, легко улетать в рейс. Нелегко. Когда сам только прочувствуешь. Вот тогда. Я даже его сейчас понять не могу. Сам буду улетать. Мне тоже будет так же вкусно. Потому что не видишься с семьёй, с любимой девушкой и так далее. Всё. Поехал я дальше. На этом мы завершаем серию. Проводил сына. Сейчас еду в гости к однокласснику. Ещё гуляю полтора месяца. Ну, чтобы вам не скучать, кто первый зашёл на мой канал, смотрите, как я 136 серий провёл на борту. Это каждый день моего пребывания. Ссылочка будет здесь. И также смотрите морские истории. Я рассказал каждый контракт, как мне было грустно улетать, как было на каких-то контрактах очень грустно. Но я это всё выдержал. И самый приятный момент – это возвращение домой. Я не устану это повторять. Некоторым нравится улетать, мне не нравится тоже. Я честно говорю. Всё. До следующей встречи. Часть третья будет, когда я поеду в Одессу и наконец пройду это всё. И потом посмотри, на какой пароход я попаду, ради чего это я всё терпел. Пока еду, ещё мысли в голову пришли, что каждый человек приходит в этот мир один и уходит один. Я вот ему сейчас сопереживаю, сыну, но всё равно я это даже сам не чувствую, потому что я сам не улетаю. Так же, как я когда-то один раз прилетел, а его забрала скорая помощь, ему вырезали аппендицит. Потом жену возил на операцию. Я это тоже им сопереживал, но сам это прочувствовать не мог. До тех пор, пока вот сейчас меня, смотрите, предыдущую серию, ну и это я сам согласился на операцию по удалению желчного пузыря. Когда меня раздели, положили на больничную койку, там я ещё думаю, хоть бы не перепутали бирки, а то не то вырежут. И ты лежишь в потолок, смотришь, думаешь, а может на тебя наркоз не подействует, а придёшь ты в себя, нет. В реанимации это как-то ну стрёмно становится. И это ты сам, вот всё, ты сам это прочувствуешь. За тебя никто не прочувствует. Так что только сам человек проходит все свои ощущения на протяжении жизни. Субтитры делал. Это его девушка ждет уже годы с рейса Играет песню и плачет на кухне Наташка, Игорь Где же ты? Черт побери, в Анголе застрял, козел Оставил на меня трех детей Урод, я твоя зарплату не вижу Собака генеральную доверенность не оформила Падла, я тут горбачусь на работе Сюда я сам отказал